Еще вчера проливной дождь, а уже утром лужи сковало льдом, тротуары покрыло снегом, а под натиском ветра едва устояли световые мачты. Все это южный циклон Бенедикт, который сегодня пришел в Беларусь. Прошедшие ночью погодные условия в стране начали меняться. Мы оказались во власти холодных неустойчивых воздушных масс, поступающих в головую часть циклона, центр которого сейчас находится над европейской территорией России. В результате чего в республике сложились сложные погодные условия. Температура воздуха опустилась до отрицательных значений. Осадки начали выпадать в виде снега, мокрого снега. По северу отмечается сильный снег. Вторгся в столицу Бенедикт с сильным ветром до 15 метров в секунду. Видимость ухудшилась до 500 метров на дорогах Гололедица. Среди распространенных сценариев этого дня – травмы и дорожные происшествия. Первый снег и Гололедица ежеводно сопровождаются увеличением количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах. И текущий год не стал исключением. Во время Гололедицы уменьшается сцепление колес с дорогой и, соответственно, в разы увеличивается тормозной путь автомобиля. Ну и, естественно, любые резкие изменения скорости либо направления движения приводят к заносу с непоправимыми последствиями и непредсказуемыми последствиями. В связи с этим, конечно же, рекомендуется водителям, это самое главное, плавность движений и низкая скорость. В связи с непогодой неприятности возникли и на трассах. ГАИ фиксирует всплеск ДТП. Так, на дороге Липель-Полоцк водитель маршрутки не справился с управлением и съехал в Кювет. Из шести пассажиров помощь понадобилась двум. Как отмечают в ГАИ, в такую погоду самые опасные участки дороги – продуваемые зоны трасс и мосты. К слову, с 1 декабря водители, которые не сменили резину на зимнюю, будут штрафовать. Во время зимы, при участии в дорожном движении, транспортные средства должны быть оборудованы зимними шинами. Именно поэтому с первых дней зимы сотрудники ДПС проверят, как автомобилисты подготовились к зиме. И нарушение данных требований влечет ответственность в виде штрафа до одной базовой величины. А также, если такое нарушение совершено повторно в течение года, то штраф возрастает от двух до пяти базовых величин. Непогода стала испытанием не только для водителей. Были и те, кто не устоял перед Бенедиктом в прямом смысле слова. С гололедными травмами люди обращались к медикам. Переломы лучевой кости в типичном месте, повреждения святочного аппарата коленного сустава, голеностопного сустава, ушибы мягких тканей позвоночника. Необходимо одевать соответствующую обувь. Это низкий каблук, либо обувь без каблука с широкой ребристой поверхностью, малоскользящая. Высокий каблук не рекомендуется. Передвигаться необходимо медленно, не спеша. Спешка всегда приводит к травмам. Чтобы избежать заторов на дорогах, а также травм, все необходимое делают и коммунальные службы. Так на дороге столицы уже с ночи вывели 300 единиц техники. Службы были готовы к предстоящему циклону, потому что он везде анонсировался. Мы уже в ночную смену вывели дополнительное количество техники. Но сегодня ночью работало 300 единиц техники. Неудобство создавало именно это ветер, потому что погода по стальному, по снегоприносу, это обычная зимняя погода. Это единственное, что у нас были участки улиц, которые переметались, которые подмерзали больше обычно. То есть приходилось где-то работу повторять. Сейчас уже дорабатываем пешеходные связи и тротуары. Предыдущей ночью было на борьбу с землей скользкостью высыпано 1300 тонн противогололедных материалов. В принципе, уже покрытие напитало. И такого мгновенного образования гололеда не будет. Тем временем Витебск циклон Бенедикт затронул больше, чем столицу. Буквально за пару часов город окутало белым покрывалом. С неприятностями столкнулись пассажиры и водители общественного транспорта. В центре из-за снега было заблокировано движение автобусов и троллейбусов. По улице Ленина они не могли подняться в гору. На борьбу со снегопадом сразу же были задействованы десятки единиц спецтехники, сотни людей, чтобы расчистить от снега главные дорожные артерии города. Снег начался, сразу подсыпали смесью. Ну а потом сразу же, как говорится, быстро свинили инструмент. И начали остановки, переходы прошли. Но это уже большого, как говорится, не видно. Это уже по второму кругу очищали. Ну и приступили к основной работе, которую делаем постоянно. Утром метель практически сбивала с ног. Сейчас остался только сильный ветер, но на открытых пространствах пробирает до костей. К вечеру к коктейлю добавится еще и гололед. И устоять на ногах будет практически невозможно. Но уже очевидно, что осень свое отыграла. И сегодня наступила зима.